Всем привет! Меня зовут Костя, мне 22 года, и я редактор самоздата Баттинга-Водовой Трансформер. Возможно, вы слышали о таком издании, возможно, нет. Это издание, которое исследует мир постапокалипсиса. Но сегодня говорить я буду не о нем. Предыдущие три года я работал в студенческом издании «Завышка», о котором тоже, возможно, кто-то из вас слышал, и я приехал сюда рассказать о том, как вообще построить команду и убедить людей работать бесплатно. Скажите, кто здесь вообще студенты? Мне важно просто целевая аудитория моей лекции, но я попробую для всех остальных сделать интереснее. Отлично. А кто уже работает? Окей. А кто когда-то работал в студенческих изданиях? А у кого есть какие-то свои проекты студенческие? И кто, я не знаю, редактор, главный редактор? И постоянно работает вот со студентами? Да. Да, я когда работал еще в «Завышке», знал много проектов, которые начинались, и в итоге их команды очень быстро рассыпались, потому что студентов довольно сложно мотивировать работать. Студенты часто меняют свои интересы, их часто критикуют за то, что они… Ну, уже убегают люди, ну ладно. Кто из вас вообще слышал про «Завышку», чтобы я понимал? Так, три гордые руки. Отлично. Тогда я немного расскажу. «Завышка» — это самое большое студенческое независимое издание в России, которое было построено и создано студентами высшей школы экономики, но сейчас в нем трудятся студенты разных вузов. Это и московские университеты, и есть ряд студентов в Петербурге и в других городах, которые работают корреспондентами. Это издание, которое изначально начиналось как «Лайфстайл медиа», но со временем перетрансформировалось в медиа о студенческих проблемах, которая совмещает в себе такую разную повестку от того, где в округе университетских корпусов выпить кофе, до того, как студенты бастуют против каких-то незаконных актов, которые администрация вводит и борется с различными угнетениями. «Завышка» была создана в 2014 году, и сейчас все это время она работает на полном энтузиазме. Ни редакторы, ни авторы этого издания не получают денег, и мы всегда были бедные, голодные, но искренние. У «Завышки» есть миссия. Мы хотим создать издание, которое будет доказывать, что студенты могут писать не только такие типичные стенгазеты, но и рассказывать о каких-то серьезных проблемах. Сейчас, когда я уже не работаю в «Завышке» последние полтора года, мне кажется, я могу обо всем опыте, который у нас накопился за эти годы, рассказать непредвзято и со стороны. Поэтому я украл у моих коллег, которые сейчас возглавляют издание, эту красивую презентацию и буду рассказывать, как я вижу, как все работает сейчас. Потому что я был одним из тех людей, которые участвовали в, скажем так, в строительстве фундамента, на котором редакция продолжает развиваться. Вот некоторые цифры. Сейчас они не совсем точные, потому что сейчас издание еще выросло за последние несколько месяцев. Вконтакте сейчас 57 тысяч подписчиков, в Телеграме 6 тысяч читателей, Инстаграм преодолел рубеж в 10 тысяч, и теперь может постить сториз. Люди могут свайпать и сразу переходить на сайт. Издание несколько раз получало «Прометея». Это продвижение от Вконтакте, которое позволяет получить огромные охваты всяким разным постам. Ежедневно в группах и в различных соцсетях «Завышки» выходят посты, материалы. Материалы на сайте тоже выходят почти каждый день. И получается, что вот у нас вот такой огромный трафик. Настоящая машина, которая ежедневно пускает контент наравне с различными большими медиа. Трафик тоже. У «Завышки» есть набор ценностей, на которых построена работа в редакции. Это объективность, понятно. Мы считаем, что нужно всегда… Сейчас расплодилось очень много каналов с мнениями, особенно телеграм-каналов анонимных. И различные студенческие СМИ и большие СМИ стараются давать материалы с какой-то оценочными суждениями. «Завышка» всегда придерживалась того, что мы дадим ему обе стороны, мы покажем, что думают одни, что думают другие, и читатель сам сможет прийти к выводу. Также это доверие аудитории. «Завышка» всегда старается извиняться за свои ошибки. Она очень беспокоится о том, чтобы читатели всегда могли доверять изданию. Свобода и независимость. На этом я остановлюсь поподробнее. «Завышка» — независимое студенческое СМИ. Оно появилось и было создано студентами университета, но никогда не принадлежало университету и не является корпоративным медиа. Студенты работают бесплатно. У нас, как у редакции, никогда не было своего помещения, которое мог бы предоставить ВУЗ. И редакционная политика издания никогда никем не регулировалась свыше. То есть это полноценное независимое медиа. И уважение читателей, конечно. Мы всегда считали, что читатели, которые открывают наши группы, читают наши материалы — это люди, которые добились, может быть, даже больше, чем мы. Поэтому мы никогда не использовали какие-то диктаторские интонации, никогда не указывали читателю, как ему жить, и вели себя со всеми очень уважительно. И толерантность и равенство мы считаем, что каждый может читать, быть читаемым и приветствуем всех и в наших рядах, и всех в рядах наших читателей. Тут понятно. Из чего вообще состоит завышка? Вот небольшая иерархия. Та схема, которая сформировалась за несколько лет и позволяет изданию все еще функционировать. Можно заметить сразу, что главный редактор и шеф-редактор находятся на одном уровне. Это один из принципов, который позволяет подстраховывать друг друга. Во главе редакции такая гидра двухголовая. Главный редактор и шеф-редактор сами делят свои полномочия между друг другом, но для всех остальных в команде и для внешнего представительства они всегда на одном уровне. Это очень часто помогает защититься от каких-то ошибок, очень часто помогает спастись, если кто-то из руководства выгорел, подстраховать друг друга, но это при этом приносит свои проблемы. Долгие часы были проведены в различных срачах, в чатах, чтобы договориться о каком-то небольшом решении, потому что в редакции, когда есть демократия, никто не может пролоббировать что-то. Каждый вопрос, даже самый маленький, например, в каком-то свете сделать градиент, который будет на презентации, об этом приходилось всегда спорить часами. Но у всего есть свои плюсы и минусы. Дальше вы видите выпускающего редактора и ответственного редактора, это своего рода заместители, люди, которые страхуют уже топ руководства. Дальше есть редакторы отделов, всего отделов за вышки 7, и также младшие редакторы и авторы контента. Можно вопрос? Да, да, да. Как много народа? Такая большая часть. Раз, два, что? Да, давайте, я немного нервничаю, поэтому я забыл чуть-чуть сказать про регламент. Если у вас появляются вопросы, в любой момент меня перебивайте, поднимайте руку и мы все обсудим, сразу так будет понятно. Руководящие, говорю, верхушка какая-то колоссальная. Сколько вообще народу там? Сейчас я объясню, это как раз следующий слайд. Вот здесь вы можете увидеть фотографию, на ней только редакторы. Еще огромное количество людей, естественно, постоянно работают удаленно. То есть в завышке вообще вот такие цифры. И да, как вообще вот эта система действует и работает, и как убедить всех этих людей не забросить после одной невыполненной или выполненной задачи всю свою вот эту большую системность, как убедить их работать бесплатно? Почему вот это все работает? Мы вроде ничего нового не изобрели, вся структура, как у многих других редакций. Есть 7 китов, на которых вообще стоит вся вот эта работа. Во-первых, ежедневный контент. В отличие от многих студенческих медиа, завышка всегда ставила, что ли, первостепенная задача и регулярность. Мы не сезонные журналы, мы должны были всегда выходить в срок каждый день. Каждый день есть сетка постов. Они расположены в 3 поста в день и 4-й вечерний материал. Также во всех остальных соцсетях есть контент-планы, и это постоянно дисциплинирует. Люди должны работать, 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 чтобы уложиться вот в эти вот графики. И, ну, это, соответственно, приносит читателей, потому что постоянное обновление в лентах, постоянно новый контент. Дальше. Система чатов. Важно, что у редакции, поскольку нет помещения, нет какого-то офиса, редакционного офиса, большинство задач решаются постоянно удаленно. Люди находятся в разных частях университета. Высшая школа экономики раскидана по Москве огромным количеством корпусов. Также участвуют ребята из других вузов и других городов. И это все заставляет постоянно вести коммуникацию в чате. И тут есть секрет. Коммуникация в чате не должна быть исключительно рабочей. Это важно. Это делает издание более близким по духу. Оно как бы становится такой второй семьей. И это удерживает людей. Также иерархия. Она не строгая. Этот пункт сочетается с горизонтальной коммуникацией. Дело в том, что нет такого, что слово руководитель – закон. Все обсуждается. Это вызывает часто споры. Это может задерживать решение и чуть-чуть тормозить. Но мы считаем, что демократические вот эти вот процедуры, они всегда в любом случае на пользу. Это делает издание более устойчивым. Я знал много студенческих медиа, которые были привязаны к своему руководителю. То есть это одна фигура, которая стоит в центре, объединяет вокруг себя людей, харизматический лидер. Такие проекты часто умирают, как только их руководитель теряет интерес вообще к проекту. И очень важно делиться ответственностью, делегировать, создавать команду, чтобы все решения были распределены. И ответственность тоже распределена. Потому что никто не железный, особенно если работаешь бесплатно почти 24 на 7, ты быстро ломаешься. И это помогает. Сменяемая власть. Это, кстати, следующий принцип, который здесь очень подходит. Цикл жизни студентов завышки – это три года. Люди приходят на первом курсе, они ничего не знают, они просто хотят чему-то научиться и идут стажироваться. Дальше на втором курсе они уже получают какой-то опыт и могут передавать его новым молодым студентам. А к третьему курсу они дорастают до такого топ-менеджмента, когда они уже могут принимать решение и нести ответственность за всю редакцию. И, соответственно, каждый год главный и шеф-редактор меняются. И меняются все основные другие должности. То есть такая пирамидка – люди поднимаются по лестнице и потом вылетают за ее пределы с багажом из опыта, публикаций, контактов и всего остального. Тут, по-моему, все. Ну и независимость – это очень важно. Мы постоянно уделяем этому внимание. Проблемы очень многих студенческих медиа, что они не могут писать о том, о чем они хотят. Часто университет говорит им – нет, это нехорошо, здесь нельзя меня критиковать, поэтому эти редакции в итоге загибаются, потому что они беззубы. У ЗВ-шки такого нет. Вот это как раз момент, над которым я хочу остановиться еще. Часто студенты в ЗВ-шке и редакторы ЗВ-шки попадают в такую сложную схему, где нужно выбрать – ты в первую очередь студент или в первую очередь журналист. Очень важно для редакции постоянно сохранять этот баланс, потому что, естественно, никто не хочет вылететь в любом случае. Для кого-то это грозит армии, для кого-то неполученным дипломом, но все равно принципы, которые редакция провозгласила в сфере редакционной политики, должны быть выполнены. И вот эта постоянная дипломатия, попытка удержаться, она на самом деле тоже влияет на ЗВ-шку. Но я для себя, когда работал, отвечал на вопрос, что я в первую очередь журналист, поэтому моя чаша весов чуть-чуть колебалась. А как сделать так же? Здесь написана схема, по которой на самом деле работают вообще почти все проекты. Люди создают чаты, находят единомышленников, начинают шутить друг с другом, создают какое-то комьюнити, и все вроде бы едет, но дальше начинаются тонкости. Чтобы создать команду, есть два принципа основных, к которым мы пришли, когда в 2016 году впервые проводили стажировку. До 2016 года ЗВ-шка два года работала как раз такими вот больше периодами, да, публикации выходили регулярно, группа обновлялась, росла, но было понятно, что когда ты набираешь набор из 40 новых участников, к середине года половина из них уже не отвечает на твои сообщения, еще часть выбыли довольно добровольно, сказали, все, я не могу, приоритеты сменились, интересы сменились, потому что первокурсники, когда приходят в университет, у них обычно им хочется схватиться за разные-разные-разные проекты. И мы пришли к тому, что самый эффективный способ это выращивать людей внутри. Мы берем этих первокурсников, ну вот здесь выращивать и установить, давайте про выращивание подробнее. Как вырастить? Когда мы придумали стажировку, принцип был простой. Мы берем первокурсников, они ничего не умеют, мы им рассказываем какие-то базовые основы и начинаем с ними работать. Тут очень важно, что каждый первокурсник должен иметь право на ошибки. Для новеньких в редакции создается такая теплица, в которой их действительно выращивают. Раньше эта лекция вообще называлась «Грабли-лейки». Какой вопрос? У вас вопрос? Нет? Окей. Раньше эта лекция вообще называлась «Грабли-лейки», потому что очень большой фокус здесь посвящен тому, что нужно… Это на самом деле ключевой поинт. Вам нужно после того, как вы набрали людей и отсеяли их первично, заниматься ими целенаправленно. Как у нас это работало? Мы… Когда я был главным редактором, было 5 редакторов отдела авторов. За каждым редактором зацеплялось еще 10 человек. И дальше работает принцип такой личной коммуникации прямой. Редактор превращается в такого, что ли, наставника. Он ведет людей и постоянно с ними коммуницирует. Редактор-стажер. Как построены отношения? Это, в первую очередь, работа не начальника и подчиненного. Здесь важно построить коммуникацию на том, что люди привязываются персонально. Каждый автор, которого ты обучаешь, в итоге получает от тебя какие-то знания, и здесь нельзя просто переписывать. Вот я сейчас работаю в батеньке, и часто из-за того, что сетка плотная, людей мало, рук мало, приходится довольно большую работу доделывать за автором, не объясняя ему его ошибки. Принцип работы за вышки – ты никогда не будешь переписывать за человеком то, что ты должен ему объяснить. Если вы видите текст огромный, в котором будет в итоге 30-40 комментариев с правками, каждую правку вы должны расписать, что именно здесь вы имеете в виду. Вы видите огромный абзац, который состоит из одного предложения. Вы не просто пишете «сократить», вы пишете «нужно сократить этот абзац», потому что это предложение слишком длинное. Люди часто со сложностями читают длинные предложения. Вы читаете этот абзац, и часть людей отвалится на его половине. Из-за этого они закроют текст, и больше не принесут нам ни просмотров, ни твой материал никто не дочитает. Значит, для всех будет минус. Поэтому тебе нужно этот абзац почистить. Да, это требует намного больше времени, чем обычная среднестатистическая редактура. Кроме того, редакторы в завышке всегда должны были не просто хорошо редактировать тексты и вычитывать их. Они должны были быть морально устойчивыми. У них должны были быть какие-то психологические навыки. Когда ты постоянно коммуницируешь с человеком, ты должен становиться чем-то вроде его друга на самом деле. Потому что личная коммуникация предполагает, что ты пишешь человеку не только по рабочим вопросам. Вы связываетесь с ним, если ему нужно, не знаю, помочь с какими-то другими жизненными ситуациями. Ты скидываешь ему какие-то ссылки полезные и так далее, и так далее. Плюс к тому, ты должен следить за тем, чтобы человек занимался тем, что ему нравится. В конечном итоге получается, что редактор и автор становятся связаны чем-то больше, чем просто коммуникация по работе. И это дальше переходит в то, что каждый человек, когда он сам уже достигает каких-то навыков и может, например, уйти, он остается, потому что он чувствует себя в какой-то степени обязанным, наверное, редакции за то, что она его научила тому, что он умеет. И, соответственно, тут такой принцип, если ты что-то получил, отдай гражданское общество. Люди, научив кого-то, научившись писать, потом начинают учить писать других. Секунду. Что я еще не упомянул. Да, всегда важно помнить, что стажер как раз будущий редактор. И то, что ты сейчас до него не донесешь, скорее всего, он не донесет до следующих участников команды. И в итоге редакция от этого проиграет глобально. Поэтому на каждом висит такая коллективная ответственность. И еще важно, что люди остаются в команде дольше, если вы передаете им ответственность. Со мной была такая же история. Когда я заканчивал свой второй курс, я думал, что мне пора уже двигаться на какую-то большую редакцию. Я планировал стажироваться в коммерсанте. Но в какой-то момент я понял, что сейчас по логике, я был тогда заместителем главного редактора, мне должна перейти ответственность редакторская. И отдать этот пост в тот момент некому. Потому что так работает вот эта схема. Люди со второго курса поднимаются, и перед ними как бы выбор. Ты либо уходишь и подводишь всех остальных, либо берешь на себя ответственность и продолжаешь развивать этот проект. Ну, и остался. Есть второй вариант того, как построить команду. Это усыновление. Здесь начало примерно такое же. Мы точно так же ищем людей в социальных сетях. Но важный момент, когда мы пытаемся кого-то усыновить, мы подразумеваем, что мы не будем тратить на человека столько времени. Мы не будем создавать для него такой кокон, в котором он будет расти. Нам нужен профит, нам нужны его рабочие навыки прямо сейчас. Такое возникает иногда, когда что-то идет не так, и тебе нужно... или открывается какой-то новый проект, например, вам нужно ввести новую соцсеть, или вот сейчас я знаю, что в этом году у редакции запускаются подкасты, туда нужны были люди. До этого не было звукорежиссеров, некому передать опыт сверху. Соответственно, нужно брать готового человека. Но тут же возникают сложности. Мы знаем, что этот человек не стажер, он не прошел вот эту вот длинную цепочку, он не привязан к редакции настолько, что он останется с вами навечно. Поэтому это нужно учитывать всегда. И вот здесь текучка может быть больше, но зато и профит раньше. Соответственно, дальше происходит либо расставание, либо тоже передача власти. Этот человек учит кого-то еще. Могу вспомнить просто по статистике, люди, которые приходили вот так, отвалились гораздо чаще. Из них оставались какие-то люди, но это были больше единицы. Ну вот, этот принцип я уже начал объяснять. Дело в том, что нужна вот эта личная коммуникация. Кроме того, нужно периодически проводить встречи. Понятно, что когда вы все находитесь в постоянной онлайн-коммуникации, удаленной, вы друг друга не видите, вам сложно иногда ассоциироваться с человеком, человеку сложно понять, кто вы. Человек не может ощущать себя частью команды прямо глобально. Поэтому в завышке всегда был принцип нужно раз в какой-то срок проводить какие-то мероприятия. Это и совместные выезды, и планерки отделов, на которых все собираются, смотрят друг на друга вживую, знакомятся, вместе ходят курить и там ругаются на своих редакторов, если это требуется. И, соответственно, за счет этих планерок люди еще больше скрепляются. Также они знакомятся с людьми из других отделов. И, да, также есть такая тусовочная часть завышки. Проводятся определенные мероприятия, просто чтобы отдохнуть. И такие мероприятия глобальные проводит именно наша команда. И это тоже для кого-то является стимулом. Кто-то, может быть, не очень хочет работать журналистом глобально в будущем. Но сейчас, ощущая себя частью комьюнити, получая друзей, сами представьте, вы переезжаете в другой город, те, кто из вас сейчас студенты, наверное, часть из вас приехала из других городов. Вы живете в общежитии, вы никого не знаете. Весь круг ваших друзей остался в родном городе. У меня, например, было так же. Я переезжал в Москву из Чебоксара. Соответственно, для вас организация, которая с распростертыми объятиями вас встречает, готова вас учить, готова проводить для вас мероприятия и вообще целует вас постоянно и обнимает, она для вас станет таким домом, что ли, местом, которое вас воспитывает, частью которого вы себя в первую очередь будете ощущать. И это как раз тоже очень важно. Также нужно объяснять людям, почему студенческие медиа – это вообще здорово и круто. Дело в том, что в той же завышке получить менеджерский опыт, поруководить проектом на 100 человек, поразбираться во всех этих управленческих вопросах, порешать этические задачи, которые постоянно возникают. Этот опыт доступен, на самом деле, далеко не всем. Многие приходят в редакции и первые несколько лет вообще просто там носят кофе и пишут коротенькие заметки. Наша команда позволяла поэкспериментировать, цена ошибки была ниже, и это, соответственно, для многих является тоже большим стимулом. Если вы это обсуждаете с людьми, постоянно рассказываете, ходите на какие-то выступления и так далее, это тоже людей мотивирует. Важно еще объяснить почему, ну это то, что я начал как раз, почему классно быть с вами. Еще один метод – это такое, что ли, закрытое сообщество, какой-то элитный клуб, что-то вроде того. Потому что для людей, которые не состоят в редакции, которые смотрят на это через чужие инстаграмы, всегда хочется быть частью какой-то такой компании, у которой есть свои инсайды, свои внутренние мемы, свои, там, возможности по продвижению. И вот несколько причин, которые… из-за которых люди должны гордиться быть с вами. Их нужно проговаривать, потому что не всегда они очевидны. Также важно, чтобы коммуникация, о которой я тут очень много распинался, была приятной для каждого. То есть должен быть такой safe space – это слово редакции всех последних лет. Вы должны создать такую атмосферу, в которой никто никого не высмеивает, в которой никто не самоутверждается за счет других, в которой люди, которые с большим опытом, на самом деле очень мягко и хорошо относятся к тем, кто только начинает. И это помогает тоже людям чувствовать себя причастными. Кроме того, вам важно искать потенциал в людях. Когда стажер приходит на первом курсе к вам и растет вместе с вами, вы уже сразу можете приметить, кто из них хорошо пишет, кто из них хорошо организовывает, у кого из них хорошо с ментальными навыками, soft skills, кто будет хорош в психологической какой-то помощи. И все это можно использовать на пользу. Есть, правда, и несколько минусов такого подхода и сложностей, с которыми все обязательно столкнутся. Дело в том, что когда ты очень хорошо относишься к человеку, когда ты постоянно готов прийти ему на помощь, часто бывает так, что люди хотят использовать этот ресурс коммуникации, но при этом не хотят работать. И да, бывает такое, что авторы не издают материалы, хотя ходят на все тусовки. Да, там, редактор может очень быть горд тем, что он редактор, но вести нескольких людей с грехом пополам. Это все нужно учитывать, с этим нужно работать. Кроме того, часто, когда вы вкладываетесь в человека, а он потом уходит, это может бить и по вам самим, потому что вам кажется, что усилия потрачены впустую, что все это время, которое вы потратили на человека, было зря. Ну, это издержки, которые неминуемо будут. Просто нужно с ними смириться заранее. К тому же можно умереть самому, когда вы каждый день пишете автору вежливые сообщения, по 10 раз напоминаете ему о дедлайнах, и так не с одним автором, а у вас там больше десятка. Это, конечно, может быть сложно, но это хороший опыт. Да, наверное, работать за идею – это турбоклассно. Хорошая формулировка от моих коллег. Я три года проработал за идею в завышке, и после этого меня сразу же взяли на редакторскую позицию в нормальной медиа, и теперь я работаю за деньги. Так что важно понимать, что то, что вы сейчас проводите время в какой-то бесплатной работе, неоплачиваемой работе, стажировке, чем угодно, главное, чтобы это приносило вам удовольствие, и вы понимали, зачем и какие навыки это у вас вырабатывает. Потому что потом все это вполне можно монетизировать, никто никогда не знает, что пригодится, и не нужно думать, что вы потратили какое-то свое время зря. Вот. Ну и небольшой слайд о том, кто сотрудничал и сотрудничает с завышкой. Это кофейни, это те компании, с которыми завышка делала какие-то коммерческие проекты, нативную рекламу или что-то подобное, или просто совместные мероприятия какие-то. И медиа, которые ссылались на завышку, это не самый актуальный слайд, после летних протестов этого года туда добавились, впервые на завышку ссылались некоторые западные медиа, то есть это был Лемонт, и New York Times написала свою заметку с ссылкой на материал издания. Потому что, ну, почему важно вообще, сам параметр цитируемости очень важен для СМИ, чтобы считаться каким-то авторитетным источником более-менее. Поэтому это очень здорово. И работа, на которую вышли люди, которые занимались так или иначе завышкой, это многие известные медиа вам. The Village, Коммерсант, Секрет фирмы, Новая газета. Также, кстати, важно сказать, что люди, которые получили менеджерский опыт, и не только менеджерский опыт, и вообще влились в комьюнити, потом работают и совсем не в журналистике. Вот там один из наших бывших главных редакторов сейчас работает менеджером в Alibaba. То есть совершенно разный профиль можно получить. Тут на самом деле же неважно, чем именно ты управляешь. Сама логика управления всеми проектами на самом деле очень схожа. Просто меняются какие-то детали. А то, что у тебя 50, 60, 70 людей в штате, и ты постоянно о них думаешь и стратегически что-то планируешь, никак не пройдет без пользы. Вот это, наверное, какая-то такая основная лекционная часть. И я на самом деле хотел бы поговорить с вами о каких-то ваших вопросах и студенческих медиа, и вообще треки, которые люди получают, как только заканчивают университеты, как устраиваются на работу и все, что вам может быть интересно. На одном из слайдов было написано, что у вас все-таки есть какая-то материальная мотивация. То есть какие-то ништяки вы получаете. Что за ништяки? Это получают не ништяки на самом деле? А, или вы имеете в виду самый первый слайд? Если про партнерство, давайте про партнерство немного. Не по партнерству. А там вот где-то было, что ты получаешь все равно? Вот, материальные ништяки в самом низу. Да, для некоторых студентов, скорее для меньшинства, предусмотрена возможность подать эти материалы куда-нибудь на какие-то конкурсы. То есть в ВУЗе конкретно действует конкурс студенческих инициатив, и люди получают повышенную стипендию, но это касается небольшого процента. Спасибо. А то, что касается рекламы, нативной или другой? Да, давайте объясню. Тут важный момент, что это на самом деле как бы не деньги в глобальном понимании, потому что чаще всего это бартер, никто не работает с людьми без юридического лица над какими-то глобальными суммами, даже несмотря на посещаемость, несмотря на количество зрителей, читателей, аудиторию в целом. Чаще всего эти материалы это какие-то, какой-то бартер или небольшие деньги, которых хватает на то, чтобы, поскольку издание независимое, организовывать мероприятие требует денег. То есть нужно заплатить за площадку. Там, когда в прошлом году Завышко организовывал день рождения, пятилетие, снимали особняк. Там, естественно, люди идут навстречу немного, сбивают цену, потому что некоммерческий проект, но какие-то деньги все равно нужны. Иногда там докупить маркеров, иногда докупить стикеров, потому что, ну, вот какие-то такие бытовые нужды. И тут компании, с которыми, ну, вот, например, с Айсиком делали, насколько я помню, какую-то партнерку с картами. То есть люди, которые подписывались на Айсик, точнее, по-моему, оформляли эту карту и приходили с нашей группы, они там получали какую-то дополнительную скидку, какие-то такие проценты, еще какие-то акции. Насколько я помню, ну, например, I Like Trip, я не вижу его логотип, но с ним мы делали медиашколу в этом, в Крыму, когда-то давно, еще до меня, в 2013, по-моему, году ребята ездили в Крым, и там тоже читали какие-то лекции, рассказывали что-то. Что еще? С Джеффрис, это кофейня московская, делали один день кофейней редакции. То есть придумывались какие-то фирменные напитки, бариста был из редакции, и вот какие-то такие проекты. Вот. С Гаражом был большой такой материал, рассказывающий о какой-то выставке про... Ну вот, недавно совсем закончилась выставка про экологию, и был большой спецпроект, посвященный тому, как студенты вообще заботятся об окружающей среде, и кто какой вклад вносит. Вот. Можно вопрос? Вот на слайде тоже было так же написано «уважение», и на сайте тоже самое. Да, это мем. Почему? Есть мем «уважение». Собственно, это связано только с этим, да. Это не орфографическая ошибка. Не внутренне что? Нет, ну, есть уважение к чему-то. На самом деле, это довольно частая история. Я помню, когда мы, кстати... У нас была лекция Александра Черныха из «Коммерсанта». Он приходил к нам рассказывать про интервью, про то, как согласовывать и так далее. Тоже в рамках нашей стажировки одной из... На стажировке, да, мы часто приглашаем экспертов каких-то. Если раньше это было такое совсем маленькое событие, когда стажировки только начинались, и там читали лекции только мы сами друг другу, то последние пару лет приглашаются разные известные журналисты. В редакцию приходил... Точнее, к нам приходил выступать Александр Черных, приходил выступать Григорий Туманов из «Мемихлопинатаны», Егор Мостовщиков, создатель «Батеньки», кстати. Приходила Залина Маршинкулова, рассказывала про вирусный контент и соцсети. Приходил... Да кто только не приходил. Ну, кто был? Вот, люди приходят, помогают. Соответственно... Вопрос такой. Там что-то с чатиком было связано. Вы там, я так понял, устраиваете какие-то обсуждения, даете ТЗ. И я просто... Мы делали кучу чатов, и они превращались в какую-то дикую помойку, где идут мемасики, и какой-то юмор, и все что скажет. А не проще перейти на какую-нибудь CRM-платформу? Ну, типа как бы... Я понимаю, да. Все будет структурировано, и все понятно. Как раз полная структурированность и переход на такие платформы, вы имеете в виду Slack, да, что-нибудь такое, типа Notion. Ну, полно их, на самом деле. Да, они чаще убивают вот эту свободу общения. Вот то, что вы сказали, трэш... На самом деле, тут вопрос логистики чатов. Когда я был главным редактором... Редакция растет, я подозреваю, что некоторые цифры поменялись, но тогда было около 22, что ли, чатов, которые я открывал, когда ты просыпаешься. То есть я открываю глаза и начинаю пролистывать чаты. Есть новостной чат, где обсуждают прям срочные новости, которые где-то там про студенческое сообщество. Есть чат каждого отдела, есть чат какого-то отдельного спецпроекта. И все это ежедневно в формате обновляется. Но есть отдельный чат «Флудилка», который создан для того, чтобы там люди скидывали объявления, мемы, общались друг с другом, звали друг друга на каток или еще куда-нибудь. Плюс есть группа отдельная для важных-важных анонсов. Сейчас она, правда, умерла, потому что люди больше выходят на чаты. Это была внутренняя группа. Мне кажется, на самом деле, наоборот, здорово, если люди там начинают общаться. Это плохо, когда чат молчит неделю и в нем только иногда спрашивают, а есть фотограф на вторник поснимать там-то, там-то. Вот тогда этот чат мертвый, туда никто не заходит. Но он же в целом для работы придуман. То есть ты же не заходишь туда, там, узнать условно, где… В этом и дело, на самом деле. Возможно, мы пропустили. Идея в том, что издание, такое, как «Завышка», и вообще любое издание, которое работает с людьми бесплатно, ничего не платит, никаких гонораров, оно должно стать больше, чем просто работой. Как только ты создаешь сообщество и делаешь так, чтобы люди чувствовали себя частью его, ты точно сразу понимаешь, что это не будет только работой. Люди видятся вне всяких рабочих встреч. Это не только планерки. Люди ходят вместе с друг другом на катки, делают совместные поездки. У нас в прошлом летом была поездка в Петербург редакторами. Да, там была формальная рабочая составляющая, когда часть редакции ехала, чтобы поговорить с питерским кампусом. У нас там есть отделение питерское, которое такая своя мини-редакция. Да, часть людей ехала туда разговаривать с ними, но другие десять человек ездили просто отдохнуть. Мы снимали большую квартиру пяти-шестикомнатную, и большую часть времени это было скорее общение вне, вне каких-то строгих рабочих проектов. И это очень сильно помогает. Во-первых, в этом рождаются другие проекты, потому что кто-то что-то сказал, что-то вместе обсудили. И новый чат, да? Если потребуется. Никто не любит... Просто тышься в этих чатах, они реально... Вот у меня было там... Ну, всем людям... Не собрать около 30 чатов... Обычным автором, даже обычным редактором рядовым не нужно быть во всех чатах. Для них достаточно флудилки и трех проектов. Я имею в виду те, кто повыше стоят эти ребята. Ну, это работа. Это полноценная работа. Поэтому я считаю, что даже если ты не получаешь денег, но у тебя уходят по 10, 12, 14 часов в день, а иногда и сверхурочно... Потому что нет даже слова... Тут нет никакого регламента, ты все время работаешь. Вот. Все, спасибо. Еще какие-нибудь вопросы? Да? Ну, я так понимаю, вы сейчас уже не... Уже в, как сказать, профессиональном, да, издании работаете. Там вот эта система работает или там все-таки совершенно другие принципы? Чуть-чуть другая история, но отчасти похожа. Я завтра буду рассказывать немного про работу с сообществом, которому ты тоже не платишь денег. У меня общая тема для всех лекций – как не платить деньги людям, когда ты с ними работаешь. Да, человек с большим опытом, которому не платили. Вам, милый товар. Вот. И там отчасти... Я работаю просто... Я редактор рубрики «Та самая история» сейчас. В первую очередь в своем издате «Батинка» я сосредоточен на работе с сообществом. И там я тоже не плачу. И там ты общаешься с людям и платишь им своим вниманием по факту. Но внутренняя система... Все равно есть чат-флудилка, все равно есть какие-то рабочие чаты. Просто у вас есть редакция, в которой вы можете чаще встречаться. На самом деле, вот спустя полтора года работы в профессиональном издании, как мы сейчас называем в кавычках «большие медиа» внутри, нет большой разницы на самом деле. Все те же самые задачи, чуть-чуть другой принцип. И да, из-за того, что ты вынужден иногда в рабочий день укладываться, приезжать к десяти и уезжать там в семь, ты не работаешь на выходных часто. Хотя и это, мне кажется, в журналистике редко скорее. А мотивация все-таки немножко другая. Да, меняется, меняется. Но все равно... Немножко. Ну, как сказать, все равно мне кажется и многим моим знакомым кажется, что в первую очередь работать в какой-то организации нужно, если тебе хочется там работать. Даже если там нормально платят, лучше найти место, в котором тебе будет хотеться, но там будут чуть меньше платить. Ну, это как бы мой принцип. И я думаю, что многим он близок, и мне хочется работать на работе, когда мне хочется туда ехать. И это не потому, что я не чувствую, что меня используют и платят мне за это деньги. А если эта мотивация меняется и тебе хочется получать удовольствие от того, чем ты занимаешься, то тут, в общем, работают те же самые законы. Я, кстати, хочу сказать, не зря же люди проводят корпоративы. На самом деле это же примерно та же логика. Потому что корпоратив нужен, чтобы люди сплотились и у них появились какие-то связи вне работы. Тогда людям будет комфортнее пережидать с понедельника по пятницу. Еще, кстати, такой же момент с западными IT-компаниями, да и отечественными тоже. Те же самые Яндексы, Фейсбуки, Гуглы очень хотят, чтобы человек вообще не выходил из своего офиса. Они создают вокруг него такой вакуум, люди живут на работе, у них там есть места, где поспать, у них свободный график и так далее. И когда твоя работа становится твоей жизнью, в общем, для организации это скорее плюс. А уже остальное – это другие вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Соля. Я хотела вас спросить, как вы разрешаете конфликтные какие-то ситуации, особенно вот в чатике, насколько я понимаю, спецпроекты, да, чатики по спецпроектам, где больше двух человек, то есть не один автор и один редактор делают материал. И вот эти бесплатные авторы, которые вместе в команде должны сделать один там текст условный, «Лонгрид», к примеру. Я не знаю, на самом деле я не читала «Двушку», простите. Ну ничего, у вас всегда есть такая возможность. Да, я и воспользуюсь после вашей лекции. И как решать именно те ситуации, когда авторы друг с другом не согласны, и там начинается обычный срач, по-русски говоря, и все такие, ну если ты такой, то я ухожу, короче, и ливаюсь из этого чатика, ну чисто на эмоциях. Ну, я могу сказать, что такого почти не происходит. Это вот какая-то ситуация в вакууме, которая скорее характерна недобровольному участию в проекте. Я не скажу, у нас были сложности, у нас есть такой, был точнее такой чат, и я знаю, что он сейчас есть у ребят, это центр решений, в котором сидят как раз там верхушка редакции. Вот там часто бывали споры, ну не до того, что я выйду из чата и больше не буду этим заниматься, потому что для всех это все-таки больше, чем просто какой-то отдельный конкретный проект. Но бывало, что разговоры и споры затягивали до 10 утра, например, ставить эту новость или ее неэтично ставить. И вот тут очень сложно. Для этого, на самом деле, у издания есть прописанная редполитика, в которой, я не помню, сколько там страниц, но она, в общем, достаточно четко раскрывает, что и как делать в конкретных ситуациях. И в конечном итоге, да, мы понимаем, что есть горизонтальная коммуникация, что мы постоянно... Но всегда есть такое конечное вето за теми, кто больше всего несет ответственность. То есть это главный редактор и шеф-редактор, у них вот есть такое взаимное вето, и просто вопросы выносятся на какое-то голосование. Вот, и чаще всего так. А вот те как раз случаи, где вы ставите этот материал или это неэтично, которое может быть не прописано... Просто идет спор несколько часов. Может так быть, что никто не работает, и десять, ну не десять, конечно, но пару часов вполне можно вести дискуссию о том, этично ли писать про убийство студентки и ее сожителям в такой форме, или нужно придумать, как бы подождать еще один источник. То есть это постоянные такие. У нас есть на самом деле летняя школа, которую мы проводим каждый год для того, чтобы новых младших редакторов... Ну вот этот цикл, который я объяснил, на первом курсе студент приходит, к концу первого курса, если мы видим за ним потенциал, он становится младшим редактором, потом редактором, а потом переходит на высшую ступень. Так вот, летом для тех, кто в следующем году будет редактором, предыдущие редакторы читают программу, и там есть целый блок отдельный, посвященный как раз этическим кейсам, и есть там, условно, 15 карточек со случаями, которые у нас уже бывали. Ну, например, там, я не знаю, автор проявляет симпатию редактору в романтическом смысле. Как разрешить эту ситуацию, как с ней справиться так, чтобы и организация не пострадала, и все как бы на человеческом уровне осталось хорошо. И таких много. Или, например, вот почему-то я чаще всего вспоминаю, автор идет на митинг освещать какой-нибудь там, не знаю, условный протестный митинг в Москве, автор идет его освещать. Но у автора родители не одобряют оппозиционные какие-то собрания, и вы об этом знаете. И вот вам звонит или пишет, находит вас в социальных сетях отец одного из ваших авторов и говорит, где мой сын или где моя дочь. Она не отвечает на звонки, что делать в такой ситуации. И все эти случаи бывали. Мы стараемся брать их из практики и рассказывать о них. Еще один вопрос. То есть были ли какие-то поблажки на сессии из-за того, что вот люди, редакторы, главные редакторы? Нужно, наверное, чуть-чуть объяснить структуру вообще высшей школы экономики. Там довольно много студенческих организаций разных. Если вы сейчас следите за новостями, одну из них, журнал «Студенческий докса», лишили этого статуса. Вот. И у вышки вообще, самой высшей школы экономики, довольно бурная студенческая жизнь. Но она не имеет... Вышка настолько децентрализована, что нельзя прийти куда-нибудь в учебный офис и сказать, «Ну, я вот здесь был молодец. Работа в моем независимом издании улучшает образ университета». Чаще всего, кстати, наверное, скорее критика университета. Тогда поставьте мне там зачет. Нет, такого нет. Каждый покупает. У нас наоборот всегда какие-то экстрессии? Я бы хотел сказать, что нет. Но вот в этом году чуть-чуть среда поменялась. Мы видим, что вообще в целом обстановка меняется. Поэтому я так много уделил внимания тому, что издание независимое. И я знаю, что ребята, которые сейчас руководят проектом, тоже об этом постоянно говорят. Потому что очень важно вот эту дистанцию сохранять с университетом. Потому что вот вы можете почитать сейчас историю с Доксой. И там много спорного. И со стороны ВУЗа и так далее. Это большой вопрос. Спасибо. Здравствуйте. У вас на этом же слайде написано про элитное комьюнити. Скажите, как стать элитным комьюнити и при этом оставаться открытым для новых людей? Здесь вопрос того, что вы четко проводите наборы. У вас не всегда открыт. Ну, понятно, что можно всегда написать, но есть прям большие какие-то наборы. Когда человек, если в него не попал с жесткими дедлайнами, то он, скорее всего, вот сейчас будет в пролете. Это заставляет, ну, ограниченность предложения в каком-то смысле поднимает этот спрос. Ну, и внешняя коммуникация. Когда вы приходите на различные точки, вы ездите с лекциями, как я сейчас, или как мы ездили там в Архангельск, или еще куда-то, и рассказываете людям, которые на самом деле вряд ли знакомы с проектом, о том, как это устроено и как работает, и почему это круто, создается вот этот эффект того, что есть какое-то закрытое сообщество, куда хотелось бы попасть и хотелось бы иметь такое же. Вот, ну, так оно и работает, да. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Во-первых, хотела спросить, вот вы говорили, что у вас каждый год сменяются редактора. Это выборные должности или их все-таки кто-то назначает? Нет, может быть, когда-нибудь демократические процедуры в завышке ведут от того, что главный редактор будет выборным и шеф-редактор, но сейчас пока нет, и это связано с несколькими моментами для того, чтобы главный редактор… Это просто на самом деле очень сложно, когда каждый год меняется руководство для всех. И особенно, почему оно меняется еще? Помимо тех принципов, которые я писал, как я уже говорил, работа прямо в руководстве – это такая полноценная работа, вы постоянно этим занимаетесь, вас постоянно кто-то в чем-то обвиняет. Вот сейчас, например, там, критика того, что кто-то пишет не так или там… Постоянно приходится бодаться с университетом, с другими студенческими организациями, решать внутренний вопрос. То есть это такая стрессовая работа, которую больше года на самом деле сложно выполнять. Седых волос уже потом не досчитаю, очень много будет на голове. Поэтому это все меняется. И для того, чтобы подготовить человека, с ним работают заранее. Понятно, что в последний момент всем становится известно, кто главный редактор. Но все равно заранее есть наметки на кандидатуры, кто лучше, кажется, подходит для этой должности. Человек несколько месяцев готовит, рассказывает ему, как лучше поступить в этом случае, приближает к самым главным вопросам. Поэтому это было бы просто сложно провернуть с выбранной должности. Тогда бы пришлось выбирать главного редактора еще за полгода до путем голосования. А это всегда такой процесс. У меня просто еще несколько вопросов. А бывало ли так, что ставка не зашла и, например, не слушать свою команду или еще что-то? Пока нет, потому что мы не берем людей извне на такие активные позиции. Никогда не берется редактор извне. Всегда человек, которого, как я говорил, усыновляют, удочеряют, не знаю, как удобнее, он всегда будет скорее на рядовой позиции. И потом, если он уже вольется в команду, чтобы принять принципы, понять логику, понять устройство и привыкнуть к этому. Ну и пока такого не было. Но исключая этот момент, есть еще то, что все-таки руководство состоит из двух людей, и плюс в расширенный вот этот центр решений проходит еще несколько человек. Соответственно, его всегда смогут уравновесить. Если главный редактор чуть хуже справляется с внешней коммуникацией, эту роль на себя возьмет, и, например, лучше с редактуры текстов, решением этических кейсов и прочего, эту роль на себя возьмет шеф-редактор. И вот за счет этого вот эта гидра и прочнее стоит на ногах. Еще хотела спросить, в вышке же не только завышка медиа, существуют другие. Хотела спросить, чем вышка лучше? Завышка. Завышка, извините. Чем завышка лучше? И почему, возможно, те медиа не такие сильные, не достигли вот этого уровня? Наверное, неэтично будет рассказывать, что мы лучше всех, а все остальные не очень. Я просто уже высказал наши плюсы. Мы, наверное, самые популярные медиа. Есть другие медиа. Действительно, журнал Docs есть, есть журнал HSE Press, есть телевышка, которая снимает сюжеты. Тут вопрос, наверное, в том, что Завышка пока самая структурированная. Это медиа, которая не привязана к одному конкретному человеку. Это медиа с историей, медиа с преемственностью и за счет этого не избавляющая обороты, всегда работающая в одном темпе и скорее только растущая. Вот это, наверное, главное конкурентное преимущество, что все медиа могут в определенный момент рвануть и, например, быть самым цитируемым в этом месяце или сделать что-то резонансное в следующем. Но на постоянной основе поддерживать эту работу пока не у всех удается. Наверное, будет лучше, потому что все растет и развивается. И последний вопрос. Сталкивались ли вы с визуальными медиа? То есть у вас упор все-таки на текст, на текстовую составляющую. Сталкивались ли вы с успешными примерами медиа, где, ну, которая, грубо говоря, построена на картинках? Ну, все построено на картинках, даже тексты сейчас. И у нас очень ставка идет в материалы. Мы стараемся иллюстрировать своими иллюстрациями. Картинки в SMM делаются со своим, ну, как и эта презентация, довольно выделяющимся стилем, ярким. Но я не берусь говорить, я не очень хорошо разбираюсь в видео и подкастах. Но вот сейчас, например, насколько я понимаю, у нынешнего руководства издания там есть фокус на подкасты. Сейчас готовится подкаст к выходу. Также снимались видео. Ну, то есть как бы работа идет в разных направлениях. А другие какие-то медиа... Ну, вот я знаю, что в вышке есть телевышка. Я знаю, что здесь у КФУ есть свое медиа в видео. Мне кажется, это просто свои сложности несет. Потому что делать хорошее видео, ну, хорошее медиа, основанное на видео, сложно, потому что для этого нужно хорошее оборудование. И это не всегда легко себе позволить. Особенно вне зависимости от университета. А как только вы идете к университету и плотно с ним соприкасаетесь, всегда может появиться момент, когда вам скажут, ну, вот этот репортаж ты монтировать не будешь, потому что ты монтируешь на моих маках. Спасибо. У меня вот такой вопрос. Когда и как часто лучше делать отсевы? И вот как у вас это было? То есть это по мере необходимости или есть запланированные какие-то задания, которые будут проверку на прочность устраивать? Есть первичный отсев. Сейчас, насколько я помню, в редакцию в этом году пришло 400 писем на стажировку. Из них взяли, ну, какую-то половину, наверное, или меньше для самой стажировки. После стажировки еще один отсев. То есть тогда остаются люди, которые уже чему-то научились или что-то сделали, и у них вроде есть мотивация. То есть отбирается на самом деле по… И первые заявки отбираются по двум критериям. Потому насколько… Мы можем взять человека, который вообще не умеет, и видно, что ему есть над чем работать. Если видно из его письма, что он адекватен, что у него все в порядке с логикой, и видно, что ему хочется и почему ему хочется. Ну, то есть мотивация должна быть, иначе… Если человек пишет, что он на пару месяцев, то зачем на такого человека тратить деньги? Ну, то есть он, наверное, не пишет это прямым текстом, но это иногда становится очевидным. Вот. И вторая часть вопроса… А, когда проводить отсев? Ну, здесь было два отсева. Как раз первичный и вторичный в ноябре. Сейчас вот мы были недавно у ребят на… По святи. Это ежегодное мероприятие, которое проводится для тех, кто прошел стажировку. То есть такое… Такое довольно формальное сначала и тусовочное потом, до пяти утра слушать песни Максима и Ладзе и прочее. Вот. Это как раз окончание второго отбора. И еще один отбор. И донабор, соответственно, часто бывает весной, когда после нескольких сессий… Вышки четыре сессии… После нескольких сессий команда чуть-чуть редеет. Иногда нужно добрать людей, чтобы забивать сетку вначале. Вот. И там, чтобы не было недостатка в руках. Вот. Вот так. Наверное, несколько, три-четыре раза в год. Но вообще, если вы понимаете, что люди не работают и просто висят в чате, то лучше поговорить с ними напрямую и спросить, что не так. Может, человеку не нравится его должность. Может, он хочет больше ответственности или хочет работать над серьезными материалами про политические какие-то проблемы, а не писать про, не знаю, 10 подборок книг в ВКонтакте. Ну, то есть и то, и то важно просто всем по потребностям и пожеланиям. Спасибо. Пикчер Бог вам нужен. Пикчер Бог вам нужен. Да, у нас есть отдел пикчеров, кстати. Ну, он входит в иллюстраторов, но это люди, которые делают как раз весь визуал. Что-то еще? По-моему, у нас заканчивается время в любом случае. Ну, если у кого-то есть вопросы, то окей. Все. Спасибо вам. Спасибо.